Добрый вечер! На Первом канале говорит и показывает Доха. Это катар, в котором всегда светит солнце. А что ему еще остается делать? Даже когда его не видно, температура выше нуля такая, что в тени выражение жарко, как на сковородке, не передает всех нетривиальных ощущений. А как в такой ситуации играть в футбол? Спросите вы, а я отвечу. Под крышей чемпионата мира здесь все продумали. Система кондиционирования помогает чувствовать себя очень спокойно и уютно. Вот на такой же спокойно, уютно и очень приятный футбол мы рассчитываем сегодня. Это же сборная, сборная России. И осады, который остался после египетских гастролей нашей команды. И облегченной версии нужно и нужно убрать после игры сегодня. Наш капитан сегодня Дмитрий Баринов на ваших экранах. И с судьями, которые приехали сюда из Омана. Ну, благо, ехали недалеко, там на машине часочки. Джаман Ахмед Альсаб вместе с Джабубакаром Аль-Арамом и Рашидом Хомедом Этаи. Работают на этой встрече в качестве главных. И Баринов, и его визами в сегодняшней игре. А мы от Гула, он с капитанской повязкой. И Буалем посмотрим. Человек, который играл на чемпионате мира. И вообще, надо сказать, что несколько персон, которых мы видели во время этого турнира. Сегодня в команде Карл Шкеюша. Кстати, нового главного тренера присутствует. Ну, а теперь Валерий Карпин. И здесь, сейчас разберемся с составом. Главное, это базовое сочетание, стратегическое сочетание Валерия Георгиевича. 4-3-3. Так он играет всегда. Так он играет даже, когда его нет. Как в футболе каноне в матче с Египтом. Тоже 4-3-3. Ну, и сегодня очень много футболистов, которым вполне может достаться дебют в национальной сборной. И, например, во стартовом составе есть один Сергей Волков. Его с этим поздравляем. Крайнего защитника из Краснодара. Ему и доверено сегодня впервые надеть футболку национальной команды. Валерий Карпин и Виктор Анопко на ваших экранах наши тренеры. Ну, Валерий Георгиевич, изумеется, главный. Пока забираем мяч. И можно пробежаться по составу сборной Катара. Здесь Башам в воротах. Вот, ух ты, момент какой! И какой шанс сразу получает Миранчук. Отличная диагональ из фланга. И Миранчук прилетел туда, оставшийся неприкрытым. Классно, как нашел его Литвинов. Уже с центра более, прошу прощения. Вот, что умеет делать спартаковский защитник. Ну, а дальше аккуратная обработка. Немножко использовал подбородок. А может быть и Кадык Миранчук для того, чтобы этот мяч удержать. А дальше уже бил поворотом. Теперь Литвинов занимается своим делом и останавливает атаку Катарой. А здесь Миранчук с фланга через Головина отдает, открывается. Тут еще и Макарчук подходит. На всякий пожар, чтобы организовать треугольник. Как и Олдер Смолов аккуратно продалкивает мяч. И отсюда бить. И почти забить. А отсюда Головин. Ложное движение. Ждет Миранчук. Головин сам бьет. Это было красиво. И отбивает Башам на первой сегодняшней игре угловой. Ну вот уже и немного позиционки захватили в этом подходе от Спорта России. Классный Фомин бил поворотом. Плотненько. Ну и дальше Головин исполнял. Все четко, красиво подход. И в нижний угол здесь красавица Ватаря отбивает этот мяч. Тяжелый мяч. И Башам еще и взглядом успел его проводить. Башам. Пока чаще всего мяч у него. Это хороший перехват. И более того, шанс появляется. Чалов. Пауза. Дальше на Головина. Решил еще раз на Головина. Но это решение продолжает жизнь в атаке. Хороший оба крыши. Пально отбил поворотом Башам. Отбивает Витри Баринов. Накануне 27 стукнуло. Для хороших слов нет сывок и давности. Накрыли. Накрыли. А забить. Касание неудачно сейчас у Зиньковского было мяч потерян. Макарчук. Исполняет. Опять на ближнюю штангу. Меняет он фланг. И дайте на передачу. Потом хороший. Головин. Зиньковский разумно пропустил. А дальше. А дальше Чики. Над перекладиной Георгии Джики. Ну, это же приятный темп наша команда берет. После паузы. Мы видели ее в районе 10-й минуты. И опять разогнались. И опять несколько стандартов. Качественных подходов. Качественных ударов из-за пределов штрафной. И вот сейчас это уже Георгий Джики. Мы пытаемся контролировать игру и пробовать варианты в обороне. И сейчас здесь пока все очень спокойно и надежно. Зиньковский на своей позиции. Головин тоже спокойно опускается на свой фланг. Помогая защите. Удар. Здание. Опа. Это было очень даже. Падающий мяч. Тяжелый мяч для Сафонова. И Матвей его вытаскивает. Кончиками пальцев Матвей Сафонов. Пашам делает свое каторское дело. Налево-направо раскидывает мяч. И опять уязвимость на этом правом фланге обороны нашей команды. Расстрельная передача. Это очень опасно. Это Педро. А это... Он-то, конечно, расскажет, что угловой. Но просто сам факт. Смотрите, сколько пространства за спиной Волкова. Он успевает вернуться, но лишь для того, чтобы быть в таких хороших местах. И рассмотреть все в деталях, как будет идти этот мяч. А дальше удар по воротам. И вот, пожалуйста, как проза этого первого тайма звучит свисток. 0-0. Я думаю, что и наши ребята тоже чувствуют, что такой результат. Не слишком-то приемлемый Афим. А здесь Глусевич не успел. Афимов-то... Ну да. Тут, конечно, за кудрю-то ему стоит хвататься, потому что момент-то был. Глусевич убирает ногу. Потенциально на красную. Был его маневр. А дальше Афим машет. Обошлись. Подача! Вот и Авалдин. Ну передача-то какая, а? Как будто кто-то лампу потер. Так волшебно полетел этот мяч. Точно в голову Авалдина. И дальше Илья Лантратов. Вот так отмечает свой дебют. Но горькая, конечно, ирония. Но что поделать. Ахмед Авалдин. Ну и человек, который с передачи. Вот его и поздравляют с тем, что классно такой, какой-то прошел. Куда на семерку. Катарской команды. Быстро разыграли Афим. Вот здесь опять какая свободная зона за спиной. Хлусевича. Литвинов далеко. И вверху там нет шансов у Солдатенко. В общем, вышли новые люди. И сразу же почувствовали, что такое проигрывать в этой игре. Ну да, и упаковка этого мяча. Солдатенко в воздухе. Но... Но 0-1. А вот здесь попробовать. Надо бежать. Три в два еще атака. И это шанс. Заставляет момент приподняться всех нас. Потому что очень хороший перехват в центре поля. Макс Мухин сделал свою работу качественно. А дальше пробежались. И нашли этот момент для Глушенкова. Угловой. Подача. Удар. Солдатенков. Вот капитан Самара. Вот что он может. Саша, спасибо. Это было очень нужно. Александр Солдатенков сравнивает счет. Но вот чуть придавили. Чуть почувствовали темп. Вот это чуть помедленнее. Точно не относится к такому футболу. И прямая передача. Роскошный пас какой. Мы в голе Катра отмечали доставку мяча. Ну а здесь-то красота какая. И Александр Солдатенков. Можно много ракурсов найти. Летящего мяча. И недоумение голкипера. Сборная Катра. А куда тут лететь? Все. Это опасно. Это опасно было. И финальный свисток звучит. Все. Так говорит судья. Сейчас мы в этом убедимся. Пока удар с дальней дистанции. Кажется, что действительно он и запускает титры. Сегодняшние встречи. Да, 1-1. Я думаю, что есть некоторые разочарования этим результатом. Но это ничья. Ну и конечно важно помнить, что все, что можно, наши ребята постарались сделать. А немногое в жизни долго бывает важным. Это тоже важно. 1-1. Катар-Россия. Вот такой получился матч. Мы его еще долго будем разбирать. И понимать, что пошло так, а что пошло. Не так. Оставайтесь на первом. Денис Казанский сегодня был вместе с вами. Счастливо.